В общем, я с Юлией познакомилась на концерте Григория Лепса. Я туда как блогер просто хожу бесплатно. Связал их Лепс, а сблизил Тимур Шауф. Кто он такой, подсказала сама судьба. А началось все с оранжевых сапог, размер которых подвел героиню. Шла на концерт любимого барда в филармонию. У Пала очнулась рядом молодой мужчина, но неприлично молодой. И свою сказку-интервью Юлия начала, так и не успев закончить урок по вокалу. Я не знаю, как, но в тот вечер у меня все получилось. В общем, в оркестре были какие-то необыкновенные люди, наверное, с высшим концерваторским образованием. Да, и особенно меня поразил гитарист. Он его прям пронзительный взгляд. Собственная мыльная опера так захватила Юлию, что женщина и не заметила, как герои ее фантазий, она и молодой незнакомец на личном самолете облетели вокруг земли несколько раз и приземлились на Гавайях. Эта сказка, конечно, ложь, но пока не урок. Мы все кружили, кружили, потом мы сорвались в штопор, и он погиб. Шалок уже уехал. Зачем мне жить? Мне было интересно показать характер этих женщин, их сумасшествие, их беспечность, их неприспособленность к жизни. Не переключайтесь, театральный сериал продолжится сразу после смены обстановки. Другая героиня Ирина, кажется, во всех смыслах расслабляется от мыла. В отличие от Юлии, жизненные уроки усваивает. Вот без шапки подхватила менингит. Все, ушанка с ней повсюду. Задумалась на дороге, чуть не попала под машину. Тут же приобрела лупу. То ли хорошо, что у меня есть увеличительное стекло, то ли плохо. Есть плюсы и минусы, но... Минус, умноженный на плюс, все-таки минус. Все женщины, это мое субъективное мнение. Возьмите любое литературное произведение, драматургию, одна только история. Я хочу любить и быть любимой. И к этому все привязывается. Ну, это на мой взгляд. За каждой выдуманной стоит реальная женщина. И даже гламурный блогер плюс-минус напоминает какую-нибудь знакомую. Драматург Сергей Медведев написал очередной сериал, как протест против всех мыльных опер. Когда вместо себя говорят женщины, что может быть проще и несерьезнее. И ведь психические заболевания, они передаются не половым, или воздушно-капельным путем. Эти пути можно как-то локализовать, перекрыть. Они передаются при помощи речи. Всего 12 интервью о победах и поражениях на личном фронте. Но тут классика мыльного жанра. И если зритель захочет, то продолжение следует. Спасибо за внимание.